Доброе утро! Все, наверное, уже сегодня смотрят нашу программу «Это точно», потому что, во-первых, сегодня у нас ветеринарный врач Николай Леонов в гостях, наш эксперт, а во-вторых, вот такие четыре очаровательные котенка. Здравствуйте и доброе утро! Здравствуйте! Кто это? Кто эти красавцы? Да, это сибиряки. Это сибиряки. Неожиданно, да, но это сибиряки. И такая порода называется «Невская маскарадная», но это по тип сибиряка, да, хотя она и вынесена в отдельную породу. Выглядят роскошно. Да, роскошно они выглядят за счет своего окраса. Вот у вас сейчас в руках черепаховая девочка, очень симпатичная девочка. Это черепаховая называется. Это черепаховая, да, черепаховая окраса. Красота. Вот. Но мы говорим не о породах, а об игрушках. Оказывается, можно даже в зоомагазине купить игрушку, которая навредит котенку. Да, конечно, это можно сделать, особенно вот такие мягкие шарики, но это не прям в стопроцентных случаях опасная игрушка. Да, она безопасна для тех кошек, которые не разгрызают игрушки. Потому что если разгрызает, кошка съедает, потом появляется рвота, или народным телом такая игрушка может стать. Такие мягкие, зефирные шарики. То есть нужно следить. За этим нужно следить обязательно. Если ваша кошка разгрызает игрушки, то, наверное, игрушки покупать из натуральных материалов. Например, мех, это перо. То, что хорошо будет перевариваться. Избегать, например, пластика, искусственные материалы. Если ваша кошка играет с нитками, то обязательно нитки нужно убирать. Никакие там картинки с бабушкиными нитками кот играет. Ни в коем случае нельзя допускать. Это опасно, что можно тоже съесть. Кошка заглатывает. Сосочки языка расположены таким образом, что, чтобы кошка не заглатывала, все это попадает в ротовой пост и выплюнуть она это не может. Жует, жует, заглатывает дальше. Нитка. Хорошо, если она цепляется где-то за язык, и можем ее потом извлечь. Но это в ветеринарной клинике. Самим тянуть ни в коем случае нельзя, потому что за ней будет тянуться и кишечник, и пищевод можно повредить, потому что он очень тонкий. И нанести травмы, которые будут несовместимы с жизнью. А это мальчик такой крикливый, я вот понять не могу. Парень, да? Кто-то любит мишуру тут есть. Раскричал, говорит, что это вам не нравится? Та же самая мишура, те же самые дождики, это как раз по поводу ниток. Это все будет нанизывать кишечник, если будет это вытягиваться, это может привести к порезам. Но чаще всего, вы можете видеть, иногда, да, кошечка съела, и все это не до конца вышло, и болтается. Вот тянуть как раз нельзя. Потому что люди так делают? Чаще всего это так и происходит. Нужно потянуть. А тебе хотят потянуть? А где мой носок? А вот он тянет. Ну, то есть это получается, что можно усугубить ситуацию. Конечно, конечно. Здесь чаще всего нужно обрезать, да, и дать что-то ослезняющее. Например, первая помощь, это вазелиновое масло, которое обволакивает и не приводит к яркому, там, слабящему эффекту. Просто аккуратно обволакивает, это выведет. Если уж это дошло до последнего, скажем, рубежа, то это и выйдет само по себе. Чаще всего игрушки, такие шарики из фольги мы можем давать. Тоже ни в коем случае, потому что татья-то, как раз, смену зубов склонны отгрызать что-либо. Потому что весна чешется, зубы чешутся, как говорят. Вот это... И этот фантик на веревочке фольгированный тоже будет опасно. Конечно, конечно. Мелкие частицы будут попадать в желудок. Чаще всего она острая, это повреждает слизистую оболочку. Как в магазине еще вот выбирать вещи? Я так подозреваю, что так же, как и детские, нужно как минимум понюхать, пахнет ли эта игрушка вот какими-то химикатами. Потому что часто заходишь в зоомагазин небольшой, и там пахнет, как будто там резиновыми сапогами торгуют. Конечно, нужно проверять. Нужно подержать в руках, нужно посмотреть, нужно спросить, из чего эта игрушка изготовлена. Если мы говорим о котятах, то ассортимент игрушек не будет широким. Да, это чаще всего игрушки для прорезывания зубов. Они из пищевого пластика или из силикона. Потому что если даже силикон отгрызть, так же и у собак и у котят, если они отгрызут, то под действием кишечных соков он не переваривается. Он никаким образом не изменяется, как, например, резина. И это не приведет к народному телу. Это спокойно выйдет, и большая польза будет. Если вы выбираете махалки, такие дразнилки с колокольчиками, то выбирайте их из натуральных перьев. Не искусных, а натуральных как раз. Потому что если перо будет отгрызано, оно обязательно... Благополучно будет переварено. Будет переварено, хотя бы оно переварится без каких-либо последствий. То есть вот эти бёрышки яркие, красно-жёлто-фиолетовые покрашенные лучше не брать? Если они покрашены, то чаще всего там не используют какие-то... Агрессивные красители. Да, красители. Поэтому чаще всего покупайте игрушки в индивидуальной упаковке. Таким образом будете защищены. А может самому сделать какую-нибудь игрушку? Можно и самому сделать. Вот что посоветуете? Вот собакам же палки дают погрызть. Да, вот и кошки. Можно что-то такое домашнее? Если собаки что-то грызут, то крючки чаще всего... Царапают. Что-то царапают, что-то дерут. То есть если вы хотите что-то сделать приятное кошке, сделайте ей когтеточку. Возьмите большой кусок... Валенок старый, да. Коврамина, старый валенок. Какую-то веревку натуральную, да, для того, чтобы не вызывало это, не аллергии, чтобы не уколоть лапу, потому что какие-то канаты искусственно сделаны, да, пластик. А там какой-то валерьянкой надо их брызгать. А валерьянка не нужна, а вот кошачьи мяты. Кошачья мята, да. Лучше бы брызгать. Кошачья мята, она есть в нескольких сортах, и ее используйте, конечно, она привлекает, она не возбуждает. Спасибо, спасибо огромное. Николай Леонов, ветеринарный врач, эксперт нашей программы, сегодня рассказывал, как избежать всевозможных неприятностей, если вы играете с котятами.